большеберцовая кость тебя длинная кость в ней различают диафиз и 2 эпифиза или же тело и два конца верхний и нижний тело большеберцовой кости корпус тебя трехгранной формы она имеет три края передний межкостный или наружный и медиальный и три поверхности медиальную латеральную и заднюю передний край марго антериор заострен и имеет вид гребня верхнем отделе он переходит в бугристость большеберцовой кости туберосита стибия межкостный край марго антеросеус заострен в виде гребешка и направлен в сторону соответствующего края малоберцовой кости медиальный край марго медиалис закруглен медиальная поверхность фация с медиалис или передне внутренняя несколько выпуклая латеральная поверхность или передне наружная слегка вогнутая задняя поверхность фация с пастерия плоская на ней различают линию комбаловидной мышцы линия мускули соли которая идет от латерального мышчалка вниз и медиально ниже нее находится питательное отверстие форамонутрицикум верхний конец большеберцовой кости расширен его верхние отделы медиальный мышелок кондилюс медиалис и латеральный мышелок кондилюс латералис на наружной поверхности латерального мышелка находится плоская малоберцовая суставная поверхность фация с артикулярис фабулярис на проксимальной поверхности верхнего конца бедренной кости в среднем отделе имеется межмышленковое возвышение эминентия интеркондилярис на нем выделяют два бугорка внутренний межмышленковый бугорок туберкулем интеркондиляри медиале и наружный межмышленковый бугорок туберкулем интеркондиляри латерале сзади находится заднее межмышленковое поле ария интеркондилярис пастериор и спереди находится переднее межмышленковое поле ария интеркондилярис антериор оба поля служат местом прикрепления крестообразных связок по бокам межмышленкового возвышения верхняя суставная поверхность фация артикулярис суперер несет соответственно каждому мышленку вогнутые суставные поверхности обратите внимание медиальная и латеральная которые по периферии ограничены краем большеберцовой кости нижний конец большеберцовой кости имеет четырехугольную форму на латеральной поверхности располагается малоберцовая вырезка инцизура фибулярис которая прилегает нижний конец малоберцовой кости по задней поверхности проходит лодыжковая борозда сулькус малеолярис к переди от этой борозды медиальный край нижнего конца большеберцовой кости переходит в направленный вниз отросток медиальную лодыжку малеолис медиалис на ней имеется суставная поверхность медиальной лодыжки фация артикулярис малеоли медиалис и последняя переходит на нижнюю поверхность кости где продолжается в вогнутую нижнюю суставную поверхность фация артикулярис инфериор к м м м Продолжение следует...